А если ты заметил, что какой-либо человек делает что-либо из нововведений, то остерегайся его. Важное правило, брат, потому что то, что ты заметил из нововведений, это что? Лишь малая часть. Потому что то, что ты не заметил, этого больше. Потому что, брат, нововведения никогда свои нововведения тебе наружу не выведет. То есть у него нововведений внутри много, но он их скрывает, потому что знает, что среди суннитов он, если их покажет, сразу что выявит самого себя. Поэтому он их скрывает и разговаривает именем сунны, именем сунны, именем сунны, понял, да? А нововведения внутри скрывают. И иногда что у него проскальзывают некоторые выражения или некоторые деяния, которые указывают на то, что он нововведений. Так вот, имам Аль-Бар-Багари что говорит? Как только увидишь от человека что-либо из нововведений, сразу начинаешь его остерегаться. Потому что знай, что это лишь малая часть, которую ты заметил, а то, что он скрывает, больше внутри у него. Понятно или нет? То есть знай, что даже если ты заметил от человека нововведение малое, то это указывает на то, что возможно, что человек нововведенец гораздо худший, потому что ты этого пока еще не заметил. Понятно или нет? Это указывает тебе на то, что малое нововведение для тебя уже признак. Для тебя уже признак должен загораться у тебя красный свет. Ты должен сразу что делать? Остерегаться. должен сразу отберегаться. Важное правило или нет? Важное правило, которое поможет тебе в своей этой жизни короткой не сбиться с прямого пути, иншаллах. Дальше говорит, если ты увидишь человека суннита, родим у царя холь-мазгар, у него плохая дорога и мазгар, то есть имеется в виду что, то есть он не совсем придерживается этой религии, но он суннит. Саси-хан-садир, вот здесь разъясняю, то есть он грешник, садир, так? Сашик-ма-асы, человек, который совершает грехи, заблудший, заблудший в смысле что? Ну, совершает грехи, имеется в виду, грешник. Но вместе с этим он суннит, то есть от него не замечено каких-либо нововведений, то можешь с ним ходить и можешь с ним сидеть потому что его грехи не причинят тебе вреда. Что имеется в виду под этими словами имама-ль-бар-багари? То есть грехи в нем нет шубухатов. В них нет шубухатов, в отличие от нововведенцев. То есть если тебе дадут выбор, с кем ходить, с грешником или с нововведенцем, с кем надо ходить? С грешником, так как его грехи не собьют тебя с прямого пути, потому что в них нет шуба, в них нет сомнений. Ты видишь, что это грех и не будешь совершать их. А что касается нововведенца, то он закидывает тебе, что шуба, так или нет. И ты можешь не различить это шуба, это сомнение от истины и собьешься с прямого пути. Но на самом деле эти слова имама-ль-бар-багари не нужно понимать прямо, так или нет. Не нужно понимать вот так вот, то есть что ты должен ходить с кем-то грешниками и так далее. Нет, брат, ты должен ходить только с праведными, с боговоядленными суннитами. Что касается грешников, то ты тоже должен их остерегаться и не должен с ними ходить. Потому что его грехи принесут тебе вред. Более того, принесут серьезный вред твоей религии. Потому что когда ты ходишь с грешником, ты начинаешь легкомысленно относиться к этим грехам, которые он совершает, так или нет. И тоже сам в конце концов начнешь их совершать. Поэтому мы не согласны в этом имаму Аль-Бар-Багари, то что ходи с грешниками, сходи с ними, грехи не повредят тебе. Здесь имам Аль-Бар-Багари не это имеет в виду. Он имеет в виду сравнение с кем? С нововведенцами. В этом смысле они не навредят тебе. То есть не забьют тебя сахиды, смангаджи и так далее. Несмотря на то, что вред они приносят, грехи приносят вред, еще какой вред. Говорит дальше, а если у весь человека как он сильно поклоняется мута-кащифан, то есть проявляет бедность, мута-кащифан, то есть что роскошно не живет, мухтарифан бель-кащифан и постоянно поклоняется Аллаху, но несмотря на это он приверженец страсти и нововведений, то вот с этим уже что, не сиди. И не присаживайся к ним, и не слушай его слова, не ходи с ним, и тарих по дороге, потому что я, говорит, не обезопасен за тебя то, что он не переведет тебя на свою дорогу и ты погибнешь вместе с ним, и ты погибнешь вместе с ним. Так сказал имам Ахмад, сабахат Аль-Ханабеля, 1 том, 184 страница за Саверным Мишнадом, так как у нас приходят здесь сноски. Сказал, могилы суннитов, которые были грешниками и совершали большие грехи, сады, а могилы нововведенцев, которые были тем, зухат, аскетами, чем является хуфра, могилой, а является ямой. Ямы имеют в виду ямы из огня. Что тебе здесь приводит имам Ахмад? То есть хочешь сказать, что суннит грешник лучше, чем нововведенец праведный. Нововведенец праведный. Это вместе с тем, что, брат, запомни тебе правило, не бывает праведных нововведенцев. Вот ты и видишь внешне, что он праведный, на самом деле он неправедный. Понятно или нет? Говорит, Однажды Юнус ибн Убейт, а кто такой Юнус ибн Убейт? Имам Аль-Барбагарь перечислял их в начале нашего урока. Так? Перед тех, кого есть и ты любишь, что ты из Ахли Сунна. Так вот, однажды он увидел своего Сунна, своего сына, точнее, как он выходит из дома одного из нововведенцев. И сказал ему, О, сынок, оттуда ты пришел? Он сказал, я вышел от такого-то. Я вышел от такого-то. В одном из зданий говорится, от Амра ибн Убейта. Я вышел из дома Амра ибн Убейта. И сказал, О, сынок, если бы я увидел, что ты выходишь из дома женоподобного человека, то есть человек, который не совсем мужчина. Понял, да? То есть в своих движениях и в своих одеяниях, в своем голосе и в своих манерах напоминает женщину. То есть сегодня, можно сказать, гомосексуалист. Понятно ли, нет? То есть сам он мужчина, но что больше подобен кому? Женщинам. Говорит, о, сынок, если бы ты вышел из дома такого, мне было бы любимее, чем если бы я увидел тебя, как ты выходишь из дома такого-то и такого-то. То есть из дома кого-то? Нововведенцев. И мне, говорит, более любимее, о, сынок, чтобы ты встретил Всевышнего Аллаха, будучи прелюбодеем, грешником, вором, предателем, мне более любимее, чем то, чтобы ты встретил Всевышнего Аллаха на мнениях или на религии такого-то и такого-то. Понятно или нет? То есть это сообщение вот Юнуса Ибн Убейда приходит за суверенными снадом в различных контексте или в различных книгах. Почему приводит тебе имамин Барбагар эти слова или эту историю? Чтобы указать, что ходить с грешниками лучше, чем ходить с нововведенцем. Понятно или нет? Потому что грешники не повредят своей прямоте твоей религии в том смысле, что ты не заблудишь и не собьешь с прямого пути в отличие от того от нововведенцев. Сходя с нововведенцами ты не обезопасен от того, что ты собьешься с прямого пути. Говорит Аля Тора говорит имам Аль-Барбагар «Разве ты не видишь Анна Юнас Ибн Убейд «Кад алима Анна Аль-Хунса ла юзиллю ибнагу андинги» «Разве ты не видишь, что Юнас Ибн Убейд знал, что этот женоподобный мужчина не собьет его сына с прямого пути из его религии «Ванна сахиб аль-Бида юзиллю хатта юкасирагу» А этот нововведенец собьет его с прямого пути так, что он объявит неверующим собственного отца, то есть кого? Юнаса Ибн Убейда. Понятно или нет? То есть до такой степени он может его заблудить с прямого пути. Давай здесь остановимся и дальше будем читать на следующем году. Продолжение следует...